Это жесточайший вечерний шпиль на Белсате. С вами Олесь Корненко. Приветствую. Синие пальцы, стальные яйца. Бывших президентов постсоветских стран вызывают в Минск на допрос. Террористы замахнулись на святое. Но следствие покажет, кто обокрал ветерана. А начинаем с признаний экстремиста, террориста, врага народа. Я признаю в следующих преступлениях. Вместе с другими членами партии я подделывал банкноты, ломал производственную технику, загрязнял воду, возил ракетные бомбы Евразии на территории АЭС-3П-1, использовал закодированные радиосигналы. Я остаюсь здесь, жертву влияния Эммануэла Голдстайна. Я виновен по всем статьям. Я рад, что меня поймали. Не та пленка! Говорю! Вы бы не могли шаг назад сделать? А то вы в кадр попадаете. Еще. 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 Спасибо. Можете начинать. Мой прадед служил на Титанике. Дед Барбери. Фамилия одного дяди была Освальд, другого Хамас. По заданию ЦРУ меня подкинули в роддом Беларуси. Я и Степан Кутило рыли тоннель в Рошава-Гоме. К тому самому подвалу Тихановской. Кстати, у него вкусные закатки. А в тюрьме у нас самое лучшее в мире макароны с мясом. Ждал транш от Навального, чтобы потом тоннель рыть до Москвы. По совету Ника и Майка мы прочитали сборник сочинений Ленина. И собирались взять почту, телеграф и банк. И, конечно, у Лукашенко самые стальные яйца. Опять ты сценарий писала! Как догадались, Александр Григорьевич? То крепкие орешки, то стальные яйца. Этому никто не поверит. Обрежь! Секундочку. Да не яйца, а видео! О, кстати, Наташка, выдать всем почтальонам нагады. Слушаюсь. Сухо, пресно, протокольно. Так выглядят отчеты о встречах лидеров так называемых цивилизованных, если хотите, демократических стран. Скучно, девочки. Ну, хоть чего-нибудь там попридумали бы еще. То ли дело суровые мачо с постсоветских равнин. Такие встречи не оставляют равнодушными миллионы граждан и заставляют их вспомнить классические фильмы. И не только «Титаник», но и как его, тот знаменитый фильм про ковбоев. А Путин все никак не успокоится и все норовит раздеть своего коллегу. Ну, хотя бы до плавок. Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться. Мементо, как говорится, в море. Главное в такой компании ласты проверять, чтобы не склеились. Если верить министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею, жители страны со средней зарплатой в 500 долларов обычно отдыхают от протестов на Мальдивах. Но Александр Григорьевич не может себе позволить Мальдивы и вынужден купаться в холодном Черном море. Поплавав с дельфинами, Александр Григорьевич вернулся в Минск в прекрасном расположении духа. И у вечернего шпиля есть эксклюзивное видео с закрытого совещания. Так, все собрались. Сейчас вы мне доложите, чем вы тут занимались, пока я в Сочи бы хотел. Кстати, на, не пригодились. На колени не встал. Ага, в других позах поработал. А где Наташка? Да не ты. О, Наташ, ты ж в молодости в профсоюзе трусами занималась. Так точно. За шею. Неужели Путин? Дура, дельфины. Так, а ты уволен. За что? А я расследование на ОНТ посмотрел. Получается, если б не подрывные телеграм-каналы, протасеют, чтобы отпустили. Не купите, товарищ главнокомандующий, скуплю. Да шучу я, у меня новости хорошие для твоих красавцев. Мы с Володей договорились, в Белавио теперь будет у Крым летать. Где там твои красавцы хотели бы отдохнуть? Ялта, Алубка, Севастополь. О, Балаклава. Александр Григорьевич, мы и так целый год в этих балаклавах паримся. Ну раз весь год как на курорте, тогда на премиях сэкономим. У тебя какие достижения сидишь грустные? Мы тут принимали представителей стран Африки. Я М-10 тракторов тюхал, но просили доработать комплектацию с учетом их климата. Вентилятор в кабину? Нет, установить на корпус пушки, пулеметы и управляемые ракеты. У тебя в чем? Не совсем. Тут ко мне Юрий заходил, просил его послом в Америку отправить. Куда? В американку? Пожалуйста. У него там койко места осталось. А так его даже в ДНР отправлять послом опасно. А у тебя что? Как вы и просили. Россию проиграли. Так я просил Россию, а не всем подран. Так, а почему на матч в Рыге пришел только один болельщик? Я деньги на два билета давал. Александр Борисович, нужно штат увеличивать. Я везде не успеваю. Тем более сейчас уголовное дело завели на бывшего президента Литвы по поводу геноцида белорусов. И что вы от него хотите? Вызовем Беларусь по повестке и стрясем деньжат. Нашли с кого трясти. Лучше заведите мне дело о развале Советского Союза и найти виновника. Горбачева? Богаче нужен, сейчас. Алло, Нурсултан Абишевич, добрый день. Это Сашка, брат ваш меньше по сроку. Вы меня в Казахстане приглашаете? Так приезжайте вы к нам. Встретимся, посидим, пообщаемся. Готовьтесь. Следующую тему нетипично начнем со сценки. Пенсия. О, пенсия. Все, что накопила, не губи, родненький, не губи. Петровна, это же я, почтальон ваш. О, пенсию принес. А это просто нам новую форму и пистолет выдали. Алло, да, я третий инфаркт за сегодня. Пишите адрес. Да-да, белорусским почтальонам выдадут оружие. Я почему вредный был? Потому что у меня пистолета не было. Пистолет или револьвер смогут иметь при себе сотрудники Белпочты. Начальники узлов связи, начальники участка, начальники отделения связи, начальники главной кассы, операторы связи. Им дадут еще и автомат. Почтальоны и водители. Кто стучится в дверь ко мне с пистолетом на ремне? Это он, это он, белорусский почтальон. Об этом еще нигде не сообщали. Это эксклюзив вечернего шпиля. До встречи с президентом США в середине июня Владимир Путин хочет еще раз встретиться с Лукашенко. Подробности у Александра Торна. Новая атомная станция позволит нашей экономике уйти стремительно вперед. Проект строительства подразумевает иностранные инвестиции. Их мы и собираемся обсудить с Владимиром Владимировичем в Мурманске, куда он меня пригласил искупаться в Баренцевом море. Водичка там уже прогрелась. Плюс три. Почти парное молоко. Александр Григорьевич, российский истребитель по левому борту. Что? Алло, Володзя, что происходит? Александр Григорьевич, ты в опасности. Сирийская повстанческая армия заложила бомбу в твой самолет. Что за бред? Какая еще сирийская армия? При чем тут я? У них на выборах президента Сирии опять победил усатый диктатор. Они попросили Ника и Майка подложить ему бомбу. Те что-то напутали и написали анонимное письмо в Гонконг. Гонконг? Да. А там как раз мои уполномоченные по делам физической культуры отдыхали. Петров и Баширов. Они-то и узнали. Вова, ты дзебил? Ситуация очень серьезная. Мой истребитель сопроводит тебя до ближайшего аэропорта. Это какой? У Питера? Нет. Небольшой уютный городок в Нидерландах. Гага, по-моему, называется. Ближайший аэропорт от Мурманска это Гага? Саша, я тебе когда-нибудь врал? Вова, мы же друзья. Не беспокойся. Все должно пройти как по мылу. Ой, как по маслу. Может местные зададут пару вопросов. А затем ты отправишься... Куда? Ну, куда и все. Куда Гагский диспетчер отправит? Володя! Все, увидимся. Ой, чу-ть-фу-ть-фу. У меня вторая линия. Пока. Да, господин Байден. Все сделано. Да, скоро будет. Да, господин. Да, господин. До встречи. Ну и чтобы, как говорится, два раза не вставать, предлагаю снова заглянуть в будущее. Но уже с Мартином Крамом. Наш истребитель зашел слева, чтобы пилот лайнера видел его пулеметы и ракеты. И понял, что мы не шутим. Вы можете показать на человека, который отдал приказ перехватить гражданский самолет? Да вон, сиди в зале суда. Предатель, засажу тебя! Ваша честь, у меня больше нет вопросов к обвиняемому. Международный трибунал объявляет перерыв до завтра. Ну, давайте вернемся из будущего в настоящее, а из Гааги в Россию. Правительство поддержало законопроект о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой. Интересно, справки родителям нужно выдавать красным шапочкам для серых волков из Росгвардии? Кстати, получается, миллионы россиян в предыдущие годы прохлаждались у своих старичков незаконно? Дума должна срочно, без раскачки, принять соответствующий закон. Три лета у бабушки в деревне? Отработай три месяца на стройках родины. Не можешь документально подтвердить год. До места справел конкурс на худший школьный туалет России. Шквал заявок, огромный резонанс в недобитой прессе. Ну, как там поется, зато мы делаем ракеты. Роскосмос выдал очередное обещание. Создать сверхтяжелую ракету для полета на Луну. В свете последних событий не только ракеты в России должны быть сверхтяжелыми, но и остальное вооружение. Потому как любое другое унесут. В Ленинградской области из воинской части украли фортификационное сооружение «Панцирь-2ПУ» весом 72 тонны. Неудивительно, что в самом Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме появился стенд генпрокуратуры. Машенька, сколько инвесторов мы в прошлом году привлекли? Да, лагеря два-три наберется. Собчак и Шнуров на этом же форуме рассказали об инвестициях. Куда вложить свои 30 серебряников? А вот Симоньян и Бабаян рассказали о новостях цифрового ГУЛАГа. Захарова из МИДа поведала, что закон об иностранных агентах ну нисколечко не ущемляет права СМИ к таковым причисленным. Только думцам не говорите, а то ж они старались. А оказывается, эффекта никакого. ВЦИОМ заявил о массовом желании россиян платить больше налогов. Мишустин, да повысьте уже поборы. А то эти вЦИОМовские россияне скоро Кремль штурмом возьмут. Разрешите дать старт началу серийного производства? Разрешаю. С лёгкой руки Владимир Владимировича у фирмы «Аурус» открылось предприятие по серийному выпуску автомобилей. По совпадению, на этой неделе оказалось, что у марки в модельной линейке появилась новинка – катафалк «Лафет». Сколько миллионов людей во всём мире хотели бы поскорее увидеть на этом «Лафете» самое опасное оружие России? Ещё больше новостей у Дмитрия Ракетыча-Циркот. В Кирове школьников, победивших на Олимпиаде, наградили майонезом. Ну а на полях крупнейшего на планете Питерского экономического форума эксперты сходятся во мнении «Будущее за талантливой молодёжью». Дикая новость из Москвы – то мошенники выманили 400 тысячу ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде Победы. Что за нацистское зверьё могло так поступить? Не растут ли уши из Украины? И мне сообщают, что мы в прямом эфире из Кремля, где ветеран Василий Гаврилович пришёл на встречу с президентом. Смотрим. Владимир Владимирович! Да-да? Помните меня? Вы наш новый уборщик? Ах, нет. Сидел рядом с вами на параде. Ах, да-да, Иван Петрович, помню, конечно. Василий Гаврилович, вы мне нужны для важного дела. А какого? Да, обокрали меня. Хочу наказать виновных. Какой ужас. Вот что за человек мог обокрасть ветерана? А вот я и думаю. У немецких ветеранов пенсия 8 тысяч евро. У американских до 10 тысяч. А у меня 400. Жильё так и не дали. Коммуналка каждый день растёт. Денег на таблетки нету. Так кто ж меня обокрал? Олег Григорьевич, мы обязательно них найдём. Не надо. Я уже нашёл. Правда? И кто же вас обокрал? Наверное, украинские фашисты? Фашисты. Только не украинские. Второй раз мир спасают. Может, теперь пенсию нормальную дадут? Наконец-то этой фашистской диктатуре пришёл конец. Свободу Навальному. И славу Украине. И это были новости, похожие на шутки. И шутки, похожие на новости. Это был последний вечерний шпиль. В этом сезоне. Увидимся в сентябре. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова